У меня есть только 5 минут. Достаточно. Вы с Телеведней Южной? Нет, мы независимые интернет-издания. От себя. Слушай, мы с вами записывали интервью летом, и мы говорили о том, что будет сделана дорога возле вашего предприятия. Возле нашего предприятия дорога отремонтирована. Возле нашего предприятия. А трасса Одесса-Южная? А трасса Одесса-Южная мы не собрались на галитаре. Трасса Одесса-Южная будет ремонтироваться из бюджета. У кого она, кстати, на балансе? Трасса Одесса-Южная. Вы узнаете, у кого она, балансе. То есть... Я сказал, что мы возле нашего предприятия сделали ремонт. Я сказал, что мы сделаем автомобили, пустим по своей дороге. Мы это сделали. Сейчас у нас уже заканчивается этот вопрос. Все, что я говорю, мы выполняем. Трасса от Одессы до Южного, старая трасса, часть этой трассы принадлежит, вы знаете, кому? Городу Южному. Вот я вам рассказываю. Поэтому... Нет, не город Южному, а почины принадлежат Южному. И то только с части Одесского припортного завода. И тогда я присутствовала при этом интервью. Мы вообще все... Я сказал вам, что речь идет о трассе Одессы-Южной. Там, где мы ее разбили. Там, где мы ее разбили. Та часть? Нашей части. Ваша часть. Мы ее сделали. Мы сделали, да провели дорогу. Все остальное, там, где Дельта-Вильма, там, где другие предприятия, они должны это сами сделать. Мы как раз вот об этом хотели у вас спросить. Да, но это не важно. Даже, ну, насколько нам известно, вот этот вот период был, когда стал губернатором Саакашвили. Он приезжал, был ремонт дороги. Но это был облавтодор. Нет, это мы делали. Конечно. Это мы делали возле себя. Какой облавтодор? Это Саакашвили сказал, он не понимает просто. Ясно. Он сказал, что куда я не еду, везде за мной облавтодор. Вот. И облавтодор, там мы сделали свою часть. Во-первых, наши машины уже не ездят там. И никогда не ездили по этой трассе. Они ездили по верхней трассе. На этой трассе сидят машины Дельта-Вильмар и Бариваш. Мы вообще туда не ездим. Поэтому все свое мы сделали. Рядом мы все машины уберем с трассы Николая, потому что это наша трасса, на которой мы ездим. Мы эту трассу заканчиваем. И вот то, что я сказал, то мы делаем. Что касается остального вопроса, будем решать эту проблему. Если это трасса Коминтерновская, я буду депутата Государственного Совета решать эту проблему. Если это трасса города Южного, то тогда город Южный будет. Она передана на баланс около автодорка. Если передана на баланс около автодорка, депутата Государственного Совета, если я буду поручать, я буду заниматься на баланс. Буду участвовать в этом. Но тогда и я, и депутаты из города Южного вместе будут помогать и решать со мной эти проблеты. Хорошо. Выложить вопрос о смартфонной площадке. Андрей Алексеевич говорил о том, что он сделает. Когда мы сделаем офис построен, это у нас просто не до этого архит. Мы сейчас должны закончить производственную часть, когда мы построим ее, мы сделаем там офис, там будет центральная площадка. Это мы обещали, мы сделаем, но это не будет завтра. К сожалению, мы вкладываем огромные деньги. Мы сейчас вкладываем инфраструктуру 60 грн в долг. Кроме того, что мы встроим причалы, это отдельные деньги. Поэтому мы вкладываем огромные деньги и огромное развитие производства. Но первое должно быть производство. Потом уже все остальное. Смотровые площадки и все остальное. Вы сегодня подарили автомобиль для Сечапской Сельской Рады. Почему вы приняли такое решение? Почему? Просто приняли такое решение. Один автомобиль мы отдали Севке, а один автомобиль – Сечапке. Во-первых, я избран депутатов. Поэтому я решил, что мы определились, где у нас так голосовали люди. Мы просто приняли такое решение. Решили помочь. Это наши права. Видите, мы это сделали не до выбора, а после. Поэтому нормальные деньги. Ну, это понятно. Вы шли от Сечапки, Визирки? Я шел от 14 сел. От всех сел, которые связаны с Лиманом. От Сечапки, Визирки, Шампалов. У меня очень тяжелые селы. Кирово, Кордон. Ну, такие села. Новая Беляра. Вы во все сельские советы будете приезжать? Во все. Вот сейчас я иду в Новая Беляра. Я во все сельские советы буду приезжать на каждую сессию. И на районы в селе сегодня тоже буду. Всем дарить, да? Нет. Всем буду дарить то, что захочу. Это мое право. Я из своего кармана могу дарить, что хочу. Хотелось бы и другим это делать, предложить. Тем, чтобы они не только в карман плали, а из кармана вынимали. Есть ко мне еще вопросы? Спасибо. Вы считаете, что я...